ВОЛОЩУКА СД Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Продолжаем нашу обзорную экскурсию по Дубаю. Арабский рынок мы посетили, дорогущие четки Волощуко СД для клипа купили. Арабскую Венецию обозрели. На знаменитый отель Burj Al Arab, который возвышается в виде паруса посреди моря-океана, посмотрели. В дубайский чудо-сад съездили, на цветочных микки-маусов полюбовались, кукурузы горячей поели, измельченного льда с клубникой попили. И самое главное, услышали много интересного от нашего гида Марины. Нам повезло, гид оказался очень сведущим, с поставленной речью и умеющим интересно рассказывать. Причем рассказывать то, чего не вычитаешь в Википедии. Когда вы читаете или смотрите какие-то передачи про Эмираты, то вы, наверное, не всегда достоверную информацию получаете, потому что там говорят, что женщина арабская забитая, вещь находится с открытым лицом, не имеет права выйти из дома. А на самом деле все это не так. Арабские женщины, они получают образование. И причем они могут учиться в университетах и даже не одно, а несколько высших образований получают. Они имеют право работать. Именно Дубай, этот Эмират, он хочет стать первым на Ближнем Востоке, где не угнетают женщин по гендерному признаку. А что это означает? Это означает то, что если женщина достойна руководить каким-то предприятием или какой-то отраслью, она будет выбрана руководителем и будет получать такую же заработную плату, как мужчина на этой же должности. В полиции женщины служат, в армии женщины служат. И местные жители, они получают достойную заработную плату. Ну и многие, особенно ребята молодые, хотят служить в вооруженных силах Эмиратов, так как армия у них состоит только из местных жителей. И заработная плата у сержанта армии 27 тысяч дырхан. Это 7200 долларов. Раньше армия была необязательная. Следующим пунктом нашей остановки в экскурсии будет дворец Эмиря Дубая, шейха Мохаммеда, который приложил немало усилий, чтобы этот город стал современным, красивым и интересным. Его полное имя Мохаммед Ибн Рашид Аль Мактун. Ему 72 года. К власти он пришел в 2006 году, хотя уже 10 лет до этого фактически правил Эмиратом Дубай, так как его старший брат, формальный правитель, болел. За это время он создал одну из лучших авиакомпаний мира, Эмирейдс, на самолете которой мы и прилетели сюда. Создал туристический холдинг Джумейра Групп, в одном из отелей которого мы и живем, Джумейра Забель Сарай, и который стоит на одном из насыпных искусственных островов в Персидском заливе, которые также насыпаны по задумке шейха Мохаммеда. Создал один из крупнейших портовых операторов мира, ДП Ворлд, и построил самое высокое здание в мире, Бурдж Халифа, 828 метров, стоимостью в 20 миллиардов долларов. Он, правда, хотел назвать его Бурдж Дубай, но затем в ходе строительства переименовал в честь Эмира Абудаби, шейха Халифа, абсолютного монарха Объединенных Арабских Эмиратов. Сделал такой реверанс. Что бы я еще выделил из его биографии? А то, что он настоящий патриот своей страны. Именно при нем Эмират Дубай расцвел, так как он объявил политику нулевой коррупции, и пресекает коррупцию и воровство на корню, вне зависимости от имен и близости к королевской семье. Думаю, что это одна из главных причин взлета экономики Дубая. У многих стран есть нефть, даже много нефти, но не все взлетают так, как Дубай. Думаю, что произошло это благодаря тому, что шейх Мохаммед понимает, что в памяти своего народа он останется не потому, что стал самым богатым лично, а потому что преобразовал эту страну, диверсифицировал экономику, заставил даже своих родственников, шейхов, думать в первую очередь о стране, а затем уже о личном потреблении. Шейх Мохаммед много личных денег жертвует на благотворительность, на медицину, на образование, на культуру, в буквальном смысле этого слова миллиарды долларов, и не только в своей стране. Понимая значимость образования и знаний, как в развитии человека, так и в развитии страны, шейх Мохаммед учредил премию знаний, размером в 1 миллион долларов, как в Нобелевскую, и одним из первых получателей стал изобретатель интернета, Тим Бернерс Ли. О личной жизни шейха известно немногое. Достоверно известно только то, что первая и главная из его жен родила ему 12 детей, вторая жена двоих. В некоторых источниках утверждает, что у него есть еще 11 детей от других различных жен и женщин. Но это немного, если сравнивать с правителем Марокко, Мулаем Исмаил Ибн Шерифом, который жил на рубеже 17-18 веков и содержал 500 наложниц, и у которого было 700 детей, а детьми он считал только мальчиков. Один французский дипломат утверждал, что у него было около 1200 детей, так что у шейха Мохаммеда, можно сказать, детей совсем немного. Но в нашей жизни не бывает все так красиво, как нам хотелось бы. В 2019 году младшая жена шейха Мохаммеда, принцесса Хайя, сбежала от мужа в Лондон вместе с детьми и рассказывала там по телевизору про пытки и насилие в семье. Нанялась себе там серьезную охрану на крайний случай. Все это вы можете и без меня прочитать и посмотреть в ютубе. Это я добавил так, на крайний случай, чтобы у вас не сложилось уж совсем благостное и восторженное представление об арабских шейхах. На дворец шейха мы, к сожалению, смогли посмотреть только издали. К нему подпускают только на определенное расстояние. И там стоит уже полицейская машина, никого не пускают. И это правильно. Мир непредсказуем. А люди еще непредсказуемы. Но видно, что дворец утопает в рукотворном оазисе. И мы прогулялись рядом с ним, до полицейских и обратно. Посмотрели на павлинов, послушали, как поют птички и сняли пару дублей на айфон для будущего восточного нашего клипа, который мы в самое ближайшее время вам покажем. А сейчас мы поедем в развлекательно-жилой, деловой и торговый район Дубая. Дубай Резиденс. Откуда наша обзорная экскурсия продолжится по воде, на прогулочном теплоходе, который сделан из бывшего нефтеналивного танкера. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук. Валащук, Валащук.